Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Я уже рассказывал, как работать с Google Search Console, аналогом Яндекс.Вебмастера, только в Google. Ссылка есть в описании. Но так как все-таки в доменной зоне ру основной трафик идет из Яндекса, я решил сделать отдельный скринкаст о Search Console в Яндексе, который собственно и называется Яндекс.Вебмастер. Для работы с Яндекс.Вебмастером у вас должен быть аккаунт на Яндекс, и вы должны быть в нем авторизованы. Нам он сразу предлагает добавить сайт в Яндекс.Вебмастер. Достаточно стандартная проверка ваших прав на сайт. Нужно установить вот этот скрипт в хидер страницы. Правильнее было бы через Google Tag Manager, но мы сделаем напрямую. Скрипт короткий, так будет быстрее. Нет, не быстрее. Не знаю, с чем это связано, но добавить скрипт на сайт я не смог. Он просто не обновлял страницу. Более того, через Google Tag Manager у меня тоже не получилось это сделать. Я не стал долго выяснять, с чем это связано, воспользовался вторым способом и добавил страницу с кодом верификации в корень сайта. Так что если у вас не получится вставить код в хидер, добавляйте страницу в корень. Ну а мы, собственно, подтвердили свои права. Здесь, кстати, вы можете добавить кого-то к управлению аккаунтом, и можно посмотреть сводку. В сводку вынесены основные показатели, но пока тут пусто. Есть только вот эти жизнеутверждающие сообщения, что серьезных проблем на сайте не обнаружено. Но других данных пока нет. Они появятся в ближайшее время. Ждем. Дождались, дождались, повезло, повезло. Прошло часов 12, наверное, оказалось, что проблемы все-таки есть. Не критичные и не фатальные, что хорошо, но то, что они есть, это плохо. Посмотрим, что за проблемы обнаружены. Нет файлов sitemap. Sitemap это файл, который рассказывает поисковому роботу основную информацию о структуре сайта, типа карта сайта. Если у вас немного страниц, вещь необязательная, а если много, крайне желательная. Что еще увидел робот? То, что не задан регион. И то, что сайта нет в Яндекс справочнике. Эти проблемы лучше исправить, тем более, что исправляются они просто. А вот что еще просматривает робот, можно посмотреть здесь. Фатальные и критичные ошибки. Это совсем плохо. Это значит, что ваш сайт не виден роботу или он в очень плохом состоянии с точки зрения Яндекса. А значит, в поиске он будет занимать нижние строчки. Возвращаясь к сводке, мы видим, что нет турбо-страниц. Что это и как их создавать, я расскажу в следующем скринкасте. Вообще, тут мало информации, потому что сайт не рабочий. Он для экспериментов. Видите, у него, собственно, нет даже X. Это новое название индекса цитирования. Теперь он называется X, то есть индекс качества сайта. Вот у этого сайта качества нет. У теплицы он равен 700. Это некие условные единицы Яндекса. А у таких дел он 3800. Ну вот, собственно, задача вебмастера сделать так, чтобы у вас X был не ниже, чем у таких дел. Точнее, помочь вам сделать это. Я не буду рассказывать про все инструменты. Это надолго, тем более, что большая часть понятна и так. Вот, например, статистика запросов. У меня все по нулям, но у вас здесь будут показаны запросы из Яндекса, по которым вас находят и XCTR, то есть отношение показов кликом. А здесь информация о запросах с их позиций в поисковике. Закладка индексирования охватывает всю информацию об индексации. Сколько всего робот нашел страниц, сколько из них проиндексировано. Здесь, например, можно посмотреть, проиндексирована ли страница с определенным URL. Ссылки. Информация о битых внутренних ссылках. Тут их, слава богу, нет. И о внешних ссылках, которые ведут на ваш ресурс. Причем с показателем X. Насколько это качественная, тяжелая ссылка. Информация о сайте. Тут как раз можно задать регион, исправить одну из ошибок. Или, например, если у вас готовится эксклюзивный материал, здесь можно застолбить на него права. А то бывает так, что нехорошие люди у вас материал подрезали, разместили у себя на сайте и поднялись с ним в топ-3, а вы сидите где-то в хвосте поисковика. Инструменты. Тоже много всего. Можно, например, какие-то страницы удалить из поиска или проверить время ответа сервера. Один клик, все ясно. 267 миллисекунд. Это нормально, но ближе к плохо. Если у вас больше 400, с этим уже надо что-то делать. Словом, в Яндекс.Вебмастере собрано все, на что стоит обратить внимание. Вы можете вкладывать деньги в рекламу сайта, но если у вас время ответа сервера 600 миллисекунд, к вам просто никто не зайдет. И Яндекс.Вебмастер помогает вам понять, что не так с вашим сайтом и как это можно подправить. Ну вот, манипуляции минимум, пользы максимум. Если вы посмотрите оба скринкаста о Google Search Console и Яндекс.Вебмастере, можете быть уверены, что ваш сайт будет правильно индексироваться в обеих поисковых системах. Основных, надо сказать, в России. Все любите друг друга, поднимайтесь в топ-3 не только Google, но и Яндекс. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.